Приветствую вас дорогие друзья! Как я уже говорил, шахматная партия джаз остановлена в нескольких сантиметрах от финишной ленты. Я надеюсь это временное явление, надеюсь даже несмотря на известную мудрость, которая гласит нет ничего более постоянного, чем временное. Но в любом случае время терять мы не будем и продолжим работу над начатой лет 5 назад композиции о женском футболе с чрезмерно умным названием «Эманация эмансипации». Напомню содержание предыдущих серий. В первом фильме, который назывался «Как рождается идея», мои зрители стали свидетелями таинства зачатия замысла и его последующего развития в утробе моего мозга вплоть до воплощения сначала в эскизном рисунке, а затем в трехмерном, схематичном, если так можно выразиться, наброске из костелена. Кто не знает, костелен это такой восковой пластилин. Там были изображены три футболиста в полете над стадионом. Меня терзали сомнения, нужно ли делать новую трехфигурную композицию в футболе, ведь в 2006 году я уже сделал подобную скульптурную группу с названием «Гол, который Пелени забил». Я начал экспериментировать, попробовал добавить женщину, но этот любовный треугольник развалился. И тогда я решил соединить мою любовь к футболу и к женщинам в некоем памятнике женскому футболу. Во втором фильме я изготовил футбольный мяч и рассказал о шизофрении, свойственной творческим людям, а также презентовал свою версию сказки о «Колобке», который со временем одичал. И, наконец, в третьем ролике была принята окончательная постановка из трех футболистов. Я напилил заготовки из кремового и коричневого бивня на все элементы будущей скульптуры и сделал костелиновую модель для литья подставки из бронзы. Но отдать костелин сразу под литьем я не отважился, хотя он выплавляется точно так же, как воск. Ну, вдруг не получится и пропадут все мои труды. И поэтому решил изготовить модель из дерева. Так, вот из этого сброса будем сейчас пилить модель деревянную. Сынок помогает. Помните, в предыдущих роликах я рассказывал, как снова увлекся футболом и пришел к этой работе. Это все детки мои. Сынок и доча. После позапрошлого чемпионата мира они загорелись футболом. А вот теперь сын вырос, сам вызвался помогать. Напилил. Будем клеить и приступать к обработке. С деревом у меня отношения натянутые. В бивне направление волокон почти не влияет на технику обработки. Здесь же, в сосновом брусе, нужно все время менять направление входа фрезы. Так же, как это делают речики по дереву стамесками. Фреза у меня большая и мощная. Если не угадал, может так рвануть. А еще вытяжка. Деревянная стружка почему-то моментально налипает на лопасти крыльчатки. Вытяжка глохнет, балкон в тумане мелкой пыли. Периодически осаждаю обрызгалкой и непрерывно чищу вентилятор. Комнату закрываю наглухо, потому что в ней сплю. Поэтому и кондиционер в комнате включать бесполезно. Обычно кондиционер плюс вытяжка прогоняет через балкон прохладный воздух и работает комфортно даже в жару. А сейчас у меня южная сторона. Сегодня в тени 35, на солнце 47, а на балконе градусов 60, как в парилке. Вот я говорил, что сделаю поставку из дерева, чтобы обезопасить себя на тот случай, если вдруг бронза не прольется. Чтобы не пропали труды по лепке. И что же получается? Костелиновая поставка теперь вообще вне игры. То есть мои труды по изготовлению теперь пропали точно, досрочно и без вдруг. Смешно получилось. Подстелил соломку. Нет, накидал соломы так, что не пройти, не упасть нельзя. Вытяжка, направление волокон, это еще не самое противное. Когда дело доходит до шлифовки, то просто шкуркой в руках шлифовать не получится. Нужна твердая основа. Иначе темные волокна останутся высокими гребнями. А светлые наждачка выгребит, как рвы экскаваторов. В общем, деревянных дел мастера могут надо мной посмеяться. Ну, я уже делал три деревянные модели для триптиха Старики Моря и всегда мучился. А самую крупную деталь подставки в работе Сон Старика так и не сумел одолеть в дереве. И изготовил ее сразу в воске. Рисковал, конечно, но слава богу, все получилось. Вот чему порадовался, так это шпаклевки. Всегда шпаклевками был недоволен. А в этот раз какое-то чудо. Секрет оказался прост. Я использовал раньше гипсовые шпаклевки, а это акриловые. Мы подошли к покраске. В этом я тоже не специалист. Но моя задача получить не изделие с товарным видом, а модель, по которой можно будет сделать восковку и отлить бронзу. А вот бронзу я уже сам буду доводить до идеальной формы. И вот, значит, смотри. Сразу тебе говорю так. Я тебе просто сниму с этого всего форму. Мне нужны материалы, то есть вексинт. Купите вексинт. Я ее вот так вот разрежу. Пока не будет готова подставка, я не смогу уверенно работать с фигурами. Необходимо увидеть усадку и, соответственно, окончательный размер подставки. Определить место крепления фигуры, которая лежит и на которой держится вся группа. Поэтому пока вспомогательные работы. Оказалось, что хоть какая-то польза от отставленной него дел костиленовой подставки есть. Сохранился костилен. А так пропал бы после выплавки. Конечно, ломать такое трудоемкое изделие было больно. Использую для пролепки корпуса главные героини в увеличенном масштабе. Хочу подробнее увидеть движение складок на растянутой футболке. А главное разобраться с головой и формой той части, которая будет вставляться в корпус. Не пугайтесь такого зловещего выражения лица. Идет поиск. Пока это схема. Да, у эмоций тоже есть схема. В финале, возможно, это будет известная футболистка. И я буду добиваться, хотел сказать, встречи с ней. Нет, сходства. А встречи будет добиваться она в суде за использование изображения без разрешения. Думаю, без поставки можно пока приступить к грубой обработке фигур. Да, я неравнодушен и к футболу, и к женскому полу. Но если вы спросите, как я отношусь к женскому футболу, то скажу, что здесь не работает правило простого сложения. Поскольку я уже облачил свою композицию в такой кружевной заголовок эманации и эмансипации, то для описания суммарного чувства полученного сложения двух любовей добавлю еще одно Э-образное понятие – эмерджентность, для которой свойства системы не обязательно являются суммой свойств ее составляющих. На мой взгляд, женский футбол физически и технически в среднем пока уступает мужскому. Пока, потому что катастрофически надвигающаяся эмансипация пугает не меньше взрывного развития искусственного интеллекта. Ведь рано или поздно они могут совокупиться, а нас пишут даже не дав возможности бороться за свои права. Но! Есть в женском футболе привлекательная сторона. Вот когда футболисты, типа мужики, царапают друг другу лицо, хватают за майку, катаются по полю, симулируя боль, это вызывает отвращение. В женском же исполнении это не раздражает, да и случается такое гораздо реже. То есть женский футбол более искренний, я бы даже сказал, более инфантильный, более честный, где-то напоминающий дворовой. И это не обидное сравнение. Типичные представители дворового футбола, почти все игроки Бразилии, Аргентины, ну скажем, Месси, Рональдини, Марадона, а ведь они лучшие в мире. И вот такая непосредственность привлекает и даже вдохновляет. Плюс грация женского тела. Правда, в спорте у женщин часто наблюдается дефицит некоторых формообразующих массивов, но ведь мастер всегда может воспользоваться своим правом на художественный вымысел. А кроме того, у меня есть убойный слоган, который усилит эту работу, и о котором вы узнаете только после окончания этого проекта, и только в том случае, если все получится. А пока довольно нудная, грубая обработка частей тел. Нудная, но ответственная. Заготовки, конечно, больше финишных элементов, но их всегда можно испортить. Никто не остановит тебя, не закричит, что ты делаешь, здесь снимать уже нельзя. Если бы я был Альберто Джекометти, мне позволено было бы оставлять скульптуру незаконченной. Только у нас разные направления движения к финишу. Альберто двигался от каркаса и останавливался, едва набросав на него пластилин или глину. Жаль, что он не успел дотянуться до истинного совершенства. Представьте, просто каркас, или еще более дерзновенно, один глаголь. У тех, кто режет или долбит, встречная полоса от большого к малому. То есть, для меня таким незавершенным проектом мог бы стать нетронутый бивень. И вы знаете, сейчас хороший коллекционный цельный бивень стоит дороже любой моей работы. Ну, с природой не посоревнуешься. А я вот задумался, если бы мне предложили за незаконченную фигуру 100 миллионов долларов и славу великого скульптора, я бы устоял или пошел на сделку? Вот, например, посадил бы эти детали на проволочной стержне и назвал бы «бьющая женщина». Нет, я бы поступил иначе. Оставил бы незаконченной одну кисть, остальное довел до финиша и взял бы за эту недоделку пропорционально. Ну, 1200 и кусочек славы. А что, так нельзя? Части тел складываем в судочки, в которых еще недавно хранились незаконченные шахматные фигуры. После завершения они отправились в более комфортные апартаменты. Масштаб для шахмат 1 к 15, а в этой скульптуре 1 к 9, то есть фигуры заметно больше. Ну, все поместилось. Ждем бронзовую подставку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok